Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Ильберт Раткин, и сегодня я хотел бы представить вам несколько программ, которые выйдут у нас на канале по истории пятидесяческого движения. История недалекая, скажем так, очень интересный собеседник, и эта программа будет представлена в рамках взаимодействия нашего медиа-альянса. Это интервью у известного правозащитника, человека, который много сделал для эмиграции пятидесятников, баптистов. В конце 80-х, начале 90-х Борис Перчаткин, мы пытались связаться тоже, но пока не получалось, и наш коллега-соработник, тоже видеоблогер, Руслан Гуржий из Сакрамента, он записал, и это вышло на его YouTube-канале Славик Сакрамента. Мы дадим ссылочки на него, и очень-очень интересные эфиры, очень интересные исторические всякие факты, моменты. Руслан берет интервью у Бориса Перчаткина, и они говорят о таких вещах, которые многие не знали. Я думаю, историю церкви надо документировать, надо издавать книги, надо записывать, пока еще живы те немногие, кто остался еще. Вот Борис Перчаткин, очень известный человек был в свое время, гоним и отсидел какие-то сроки за веру в Бога. Гоним был среди своих братьев, вот, очень интересный брат, хороший интерес. Видео владеет потрясающим материалом, у него огромные архивы, вот, поэтому посмотрите сегодня это видео, и мы покажем вам несколько, наверное, видео из этой серии, и мы создадим плейлист «История писяческого движения». Ну, и потом есть очень хороший брат, Леонид Петько, который занимается историей баптистского движения. Тоже поговорим, чтобы тоже это было на разных каналах, в том числе и на нашем канале. Следите, смотрите, благослови всех Господь. Борис, давайте начнем, пожалуйста, с такой нашумевшей актуальной новости о том, что, как называют, начальствующий епископ Союза Христиан Веры Евангельской Америки, Адам Семенович Бондарук скончался в августе прошлого года, 22-го года, и спустя лишь три месяца мы узнали, что этот человек, духовное лицо, как он себя называл, а впоследствии узнал, что он является, оказывается, богословом, у него ученая степень есть по богословию, значит, магистр или бакалавр практического богословия, вот так его назвали в церкви, в Слаянской миссионерской церкви, в которой его хоронили в августе прошлого года. Что вы думаете вообще о причине смерти, либо о том образе смерти, ухода из этой жизни, который избрал Адам Семенович Бондарук? Ведь, как известно, он по документам коронера округа Сакраменто повесился, то есть произвел самоубийство. Ну, главное, и тут вопрос, конечно, возникает сразу, причина. Какова, может быть, причина? Потому что, что за событие, или какие штрихи, даже не штрихи, а что он мог сделать в своей жизни такое, что именно это событие превысило цену жизни. Но отдать жизнь можно за кого? Ну, Христос отдал, Он спаситель всех человеков, почти верных, да? Апостолы жизнь отдавали, да что? Они отдавали жизнь, проповедуя Христа, неся истину, свет, просвещение. Ну, это мы говорим за апостолов, но также и другие, многие мы знаем, идейные люди, идейные отдавали жизнь за идею. Вот, лишались имущества, свободы и прочее, прочее. И в конце концов могли отдать жизнь. Но в данном случае сказать, что Бондарук был идейным, это полностью исключено. Идейный человек, тем более проповедовать всю жизнь, как бы с Библией в руках или под мышкой, по-разному у него было. И вдруг умереть с петлёй на шее, последовать примеру Иуды. Он взял пример с Иуды. Нигде больше ты в Библии, в Евангелии не найдёшь этих примеров. Ну, Саул бросился на меч свой. Приговор для него был. Потому что Давид в своё время сказал, да воздаст ему Господь. Всё. Я его не буду трогать, а я отдал, придал в руки Господу. Также я думаю, что многие, сталкиваясь с этим человеком, они заслужили того, что они его предали в руки Господа. И суд состоялся. Ну, кто ближе знает, Бондарук, а я его знал ещё Советского Союза, я знаю, ещё там люди в Советском Союзе это произносили, да воздаст ему Господь. Тех людей, которых он гнал там, заставлял идти к советские органы власти, отказываться от исхода, от эмиграции, рвать вызова, писать покаянные письма, а потом приехать сюда с целью возглавить тех, кого он гнал, преследовал, кого он ненавидел, кого он обзывал, ну, лично меня он обзывал политиком и прочее, прочее. Но это вопрос, как бы сказать, такой. Поэтому это одна, может быть, причина. Это я беру и с духовной стороны. С другой стороны, как ты знаешь, ты об этом говорил, давал эту информацию, но ему уже было мало, десятина, мало было добровольных пожертвований в церкви, мало, уже аппетиты у него росли, так сказать, во время еды. Они уже не просили дойти нам для Небесного банка. Я не думаю, что его загрызла совесть, вот он так подумал, сколько я людей оставил без домов, сколько я людей обманул, сколько я людям сделал зла. Поэтому думать, что вот, бандерукш, совесть замучила, и сколько людей обманул, ну, вот выжат один в петлю. Другой момент, значит, ну, человек, если накидывает себе петлю на шею, значит, что-то должно было быть, перевесить цену его жизни. А что могло перевесить? Позор, пятно, и, возможно, пожизненное заключение. Возможно. Что он там натворил? Вот слухи ходят разные, я их не буду комментировать, потому что документов на руках нет, есть предположение, что ему грозило пожизненное заключение. Пример того есть. его один из заместителей, по-моему, фамилия Миросиченко, да, один из его пастырей заместителей получил два пожизненных заключения. За что? За педофилию. Пастырь. Ну, это, представь себе, лучше думать петлю на шею, чем пожизненное, позор, а потом неизвестно что. Так что здесь можно предполагать, что угодно, он сам отдал повод этому. Ведь выход у него был. Прийти в церковь, рассказывать, сказать, братья и сестры, обманул я вас. Но самое интересное, вот в чем, что он перед этим переболел, ну, где-то, наверное, как за год, коронавирусом. Некоторые говорят, что, ну, вот он там таблеток, ему там давали таблетки, такие, что они влияли на психику, и вот он, значит, под влиянием этих таблеток, и пошел повесился. Но это исключено, это только расчет, конечно, на людей достаточно наивных, необразованных. Это все должно быть быть вместе, необразованность и наивность, и зомбированность. Вот его зомбировали, ему ты хоть чего говори, он сказал, нет, вот, не может быть, это святой человек, и не принимаю поношения, вот, и все. Но вопрос здесь в том, что психология самоубийц, я немножко вникал в это дело, вот, что она говорит о людей, которые сознательно идут на самоубийство, в частности, повешение. Вот там пишется так, что человек, значит, человек, который задумал покончить с самоубийством, чтобы избежать худшего, он все продумает заранее, он выбирает место, выбирает время, перед этим ведет себя очень энергично и бодро, приводит в порядок свои бумаги, как правило, оставляет завещание, приводит в порядок свой бизнес, то есть, что от него остается, отписывает там сыну, брату, там, жене и прочее, и после этого вешается обычно так, чтобы его сразу не нашли. Это подходит именно под руку. Человек, который хочет имитировать, то есть, напугать кого-то, вызвать к себе жалость, сожаление, вот, эти люди обычно совершают самоубийство, в частности, повешение, как правило, до 4 часов вечера и в доме, чтобы его могли обнаружить, но, к сожалению, не всегда обнаруживают. поэтому он к этой категории не подходит, он совершил самоубийство, по-моему, под утро, когда уже все легли спать, и явно ему бы никто не помешал. Все было просчитано, и вел он себя, как и говорят психологи, энергично, бодро на своем день рождения, вел себя совершенно предсказуемо, можно сказать, он говорил проповедь, там, микрофон, весьма разумно у него все выглядит, ничего там такого, чтобы он был под воздействием каких-то лекарств, там не видно. Ну, а перед этим он затушил свои свечи в честь своего дня рождения, ну, то есть сигнал подал, ну, сигнал никто не понял, вот, поэтому тут диапазон думать очень большой, и что за ним числится, вот, то, что мы знаем, ну, на это променять жизнь, я думаю, что это слишком дорого, слишком дорого. Я понимаю, отчасти, я думаю, аферистов типа Бандрука, хотя сложно понять порой религиозного афериста, который под крышей религии, простите за простая речь, нахлобучивает доверчивых верующих, обманывает верующих людей, играя на их доверие, но это я еще как-то могу, я думаю, вместить. Но вот, что мне сложно вместить, почему ни во время похорон, ни спустя 2-3-4 месяца никто ни об этом публично не обмолвился, хотя многие люди знали об этом в церкви, но в любом случае мне непонятно зачастую поведение народа, людей, которые выцарапывают тебе глаза за тот факт, что мы опубликовали правду, именно тот факт, что Бандрук повесился. Вот треть наших комментариев на ютубе, в фейсбуке это просто выцарапывание глаз, это просто бросание в лицо каких-то цитат, которые не к месту совершенно, это ярость, агрессия, желание, негодование вплоть до угроз, желание тебя смешать с грязью, даже говорят, меня забавляет иногда, но говорят, они выражаются так, вот, ты любишь копаться в чужом грязном белье, в чужой грязи, в чужом, простите, дерьме, ну, а я задаю встречный вопрос, а что это дерьмо, это же церковно, получается, в церкви есть дерьмо, в вашей церкви есть дерьмо, его нужно откачивать, наверное, чтобы не воняло, не застаивалось, ну, ладно, но почему большая часть верующих, так называемых сегодняшних протестантов, славян, писятников, в частности, оно готово закрыть глаза на любые факты, оно игнорирует любые очевидные вещи и пытаются, причем, закрыться, прикрыться словами из Евангелия, которое совершенно, которое совершенно не говорит о сокрытии преступлений Давида, Соломона, Иуды того же, Анания и Сафиры, когда мы читаем Евангелие, то есть, у меня такой вопрос, когда эти верующие бежали из Советского Союза, как мы с вами, да, по религиозному преследованию, они нам говорили, что у нас были отцы типа Белыха, типа, я не знаю, там, того же Котякова, тех же епископов, Варанаева, многие из которых сидели, отдавали свои даже жизни, за веру, за свои убеждения, а теперь за Евангелие, как они говорили, а теперь потомки этих людей, сыновья, дочери, внуки, более того, пасторы, рукоположенные этими епископами, заявляют совершенно обратно, превратились в любителей мамону, в стяжателей здесь в Америке, значит, в аферистов, вот почему и они продолжают торговать еще костями того же Белыха, того же Варанаева, того же Проханова, Левчука, как так вот на ваше мнение, вот вы человек, который пережили и гонения в том числе и вывели многих сюда тысячи и десятки тысяч верующих, писятников, баптистов в Америку, как вы наблюдаете вот это преломление, почему, от чего оно произошло, люди сознательно просто используют эту религию и здесь в Америке обогащаются, либо что произошло с нашим писятничеством? Ну, тут я немножко сделаю отступление маленькое, чтобы картина целостной была. Вот, смотри, в Советском Союзе мы приобрели очень большой опыт и преемственность противостояния греху, злу, неправде, там, обстоятельства у нас такие были, надо было выживать как христианин, нужно было держаться прямо, ну, а зачем тогда веровать, ну, зачем тогда ходить в церковь, зачем молитвы совершать, там, обманывать Бога, себя обманывать, да, вот, поэтому там обстоятельства требовали более ответственного подхода в отношении тебя и Бога и твоей совести. Но некоторые эту ответственность, конечно, теряли, по некоторым обстоятельствам, от них, возможно, в какой-то степени независимы. Вот один пример, опять же, таки, я, раз мы говорим про этого Мадырука, вот, я говорю в частности его. Человек, он был, ну, если школу закончил золотой медалью, естественно, человек был далеко, далеко, не среднего уровня, вот, был достаточно способный и способный именно вот в двойной странной жизни, у него талант артиста. Артист может разные роли играть, натуральный артист. Сегодня он играет роль Иуды, завтра роль Христа, но Иуду он сыграл в последний момент, он всегда играл роль какую-то, чью-то роль играл, там, апостола Павла, там, мог сыграть и роль Христа, да, потому что я встречал людей, которые говорили, Леня, вдруг, это ангел воплоти, я говорю, да вы что, ну да, вот я сколько знаю, он ангел воплоти, он может все решить, все разрулить, ну, разрулить, то есть понимаешь, что это, вот, на свои места расставить. Так вот, начать, я не знаю, когда он там уверовал, он за себя много иногда говорил, и одно из его выступлений и также свидетельств, что я знаю, так же в газете было это напечатано в Сакраментовске, что в 61-м году или в 60-м или в 61-м где-то вот в эти вот годы, это когда Хрущев объявил, что он через 20 лет покажет последнего верующего по телевизору, вот смотрите, вот последний сектант, после него больше нет, это планировалось через 20 лет, и у них судили, ага, тогда, значит, вышел указ о процентном количестве превентивного заключения, то есть ты еще ничего не сделал, тебя посадить надо, потом это проявилось еще при Андропове, вот, и они потенциально верующих должны определенный процент были посадить, виновен ты, невиновен ты, посадить надо, и вот дается на область, на город определенный процент, предположим, 2%, вот в церкви значит, есть 100 человек, вот двоих посадить надо, 400 человек, значит, 8 человек посадить надо, я не знаю, сколько было у них, но их судили там братьев 5 или 6 сразу, и он там выступал свидетелем на этом суде, и, ну, естественно, когда человек идет свидетелем, его допрашивали не один раз, протокол составляли и прочее, потом он должен подтвердить эти слова, которые он говорил при допросах, которые внесены в протокол в суде, вот, первый вопрос судьи к свидетелю, он спрашивает, ты знаешь этих свидетелей в НААЮ? с какой стороны ты знаешь, а может ты там с ними в конфликте? Нет, это мои братья, я с ними служил Богу, я с ними вместе молился, все, что нужно было для суда, для 227-й статьи, это организация религиозных групп с целью наживы, второе, вовлечение малолетних, не несовершеннолетних в религиозную деятельность, а тогда считалось вовлечение не 18 лет, а там оно варьировалось до 24-летнего возраста, это надо посмотреть в законодательстве о религиозных культах, я его хорошо знаю, потому что я изучал, об этом писал, мы боролись, чтобы его отменили, и что это говорит? Он подтвердил, что да, вот эти люди меня, молодого, перспективного, повлекли в религиозные деятельности, я молился с ними, это мои братья, все, 227-я статья плюс 210-я, до 5 лет влечения свободы 5 ссылки, но значит он в одном из выступлений делает интересное заявление, что он вроде не должен был быть на суде, его даже не приглашали, он сам туда рвался, обманным путем шли какие-то корреспонденты, он к ним пристроился, зашел на этот суд, а как вдруг его вызвали свидетелем, врет, это неправда, ты свидетелем никак не можешь быть, и тебя слушать не будет, если выйдешь, скажешь, а я вот хочу сказать, ему сказать, он наручники ему наденьте, он в коридоре там пусть разговаривает, а если еще будет что-то, то в камере поговорим с ним, ну а там судили его будущего тестя по фамилии Иван Гурин. Гурин, Иван Гурин, да, а те братья сидели до конца не могли понять, ну как же так, какой же люди вдруг смело так смело сказал, это мои братья, я с ними вместе служил Богу, молился и прочее, он был свидетелем обвинения, а не герой, но это один вопрос, дальше его буквально братья посадили, а его ставят противителем, в 60-е годы, и когда братья приехали, освободились, по-моему где-то это в 67-м году, я уже не помню, он говорит, то после этого он переехал в Эстонию, и в Эстонию сразу возглавил церковь, в количестве 300 членов, и по-моему там он говорит, 400 детей, что-то такое, за детей сажают, 60-е годы, это вовлечение совершеннолетних религиозную деятельность, я могу вам прочитать, у меня в архивах эта информация есть, в 70-х годах за это сажали, родительских прав включали, у него еще тогда крен начался, у него еще тогда были отношения, можно сказать, любовные советской власти, но это не скрывал, я еще раз повторяю, когда я с ним первый раз разговаривал в 87-м году, когда я пришел с ним поговорить, за что ты, Леня, людей-то от церкви отлучаешь, за что ты их заставляешь идти и почему в исполком и писать покаянные письма, извините, господа коммунисты, товарищи коммунисты, мы попали под влиянием религиозных экстремистов, ну, такие, как Перчаткин, и мы раскаемся и отказываемся от выезда за границу и вот рвем вызова. Она меня посмотрела и говорит, Бориш, советская власть свободу дала, ей пользоваться надо, а вы политикой занимаетесь, какая миграция, остав политик, а через полтора года он в Америке оказался и приехал возглавить эмиграцию. Вопрос, ну, такой же Котяков, тот прямо заявлял, не просто так, где-то кому-то там, знаете, я вот эмиграцию возглавить хочу, а вдруг это прямо не говорил, он это делал, но Котяков его будущий секретарь, так сказать, в сане так называемые епископа, тот прямо сказал, я приехал возглавить эмиграцию. сам занимался тем же самым, тем же, одинаково, что и Бондарук. Ну, это, конечно, и вот представьте себе, что такое была эмиграция, для них эта эмиграция, для нас это исход. Чем считалось желание выехать и заявление выехать и борьба за свободу и расповедание это и выезд считалось преступлением по уголовному кодексу и по закону в Советском Союзе. Я беру свой приговор по первому сроку подсудимой перчатки, являясь одним из руководителей сектантов пятидесятников в городе Иноходке Приморского края, а с 1980-го года секретарем так называемого Совета Церквей Евангельских Христиан Пятидесятников в СССР. А где же пископа? Где они? Чем они занимались? Ты мне потом этот вопрос задай, я скажу, где они были, чем они занимались. И дальше вот они перечисляют, чем я занимался. Встречался с иностранными корреспондентами, передавал им информацию с диссидентами, с дипломатами. И вот они тут пишут конкретно Перчаткин виновен в совершении следующих преступлений. Вот следующие преступления какие были. Это я говорю по себе. 76-го года подсудимый Перчаткин от своего имени и от имени членов своей семьи, членов я, жена и мать. И что мы сделали? Распространили обращение во Всемирный Совет Церквей, в ООН и главу государств, подписавшие Счельсинские соглашения, которым клеветнически утверждается о постоянных гонениях верующих в СССР в отношении их единоверцев и их семьи. В указанном организации и главам государств помочь пересадникам выехать из СССР текст этого обращения подсудимый передал, ну там кому-то передал, это вопрос другой. Так вот, преступление от семьи написал, что у нас гонение, передал, и что помогли пиесятникам выехать из СССР. Преступление сказать, что гонение на верующих раз, преступление сказать, что мы хотим уехать. Дальше в чем меня обвиняют, что я заявил, что в 60-е годы, не заявил, я писал и распространил это в зарубежных средствах массовой информации, и обратился во Всемирный Совет Церквей, не куда-то там, а во Всемирный Совет Церквей, что в 60-е годы сотни верующих были осуждены за религиозную деятельность. Это я клеветническое заявление сделал, это я наклеветал, что не было в 60-е годы. Там были не сотни, а тысячи. Я перечисляю, но во время следствия на суде, я говорю, только в находке было посажено 27 человек, только в одной церкви, 27. В 100 церквях сколько будет? 2700. А в 500 церквях сколько будет? Они говорят, стоп, 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 ты врешь. А приведи пример, я говорю, пожалуйста, пример. В 61-м году осудили Гаритова на 5 лет, Бабрыкина на 3 года, Рольяна на 5 лет, кстати, третий срок. Они говорят, стоп, не ври. Они были осуждены за обряды, изуверские обряды. Я говорю, какие изуверские обряды? А вот они водное кричение преподавали, а человек после этого воспалением легких заболел. Вот и пожалуйста. Мы их за веру не судили. А вот ты написал, что у вас в семье трое человек погибли за религиозную деятельность, что у вас как бы семья из поколения в поколение преследованы. Вот говорит, взять, я говорю, да, моего деда арестовали как баптистского пастора, и больше он не вернулся. Они говорят, его за веру? Я говорю, да. Нет, его не за веру. А вот смотри, они запросили архив и прислали, они дочитали только одну страницу. Вот смотри, мы читаем, вот, значит, двое дед, будучи на водокачке, ну, за водой пришел, люди стояли в очереди, а он им проповедовал, призывал их посетить церковь. а вот он соседу такому-такому-то приходил и ему дал Евангелие и проглашал церковь. Так что, ему за веру, мы его за пропаганду посадили, а за веру мы не садим. Да, верь сколько хочешь, только не пропагандируй, а верь хоть ты там лоб разбей дома. Вот, пожалуй, аргумент у них такой был, точно здесь и так. Мы, в частности, я об этом писал, говорил, публиковал и в конце концов ушел на срок. Это все было клеветом. Меня посадили за это. Точно так бандарук мне объявляет в глаза, что я клеветник в Советском Союзе. А вы думаете, здесь поменялось что? Ничего не поменялось. для чего нужно было я об этом говорил и писал еще давно, что был проект советских властей, проект если не можешь возглавить, значит, если не можешь уничтожить или остановить возглавь и веди туда, куда надо. Что и сделали. Была проведена акция был организован в пятом по-моему это отдельный отдел был, отдел М. Его организовали по-моему как говорил бывший резидент советской разведки подполковник ГГБ свободы. А через полтора года идет в посольство и говорит ой, меня преследует, спасите меня, я гонимый, я несчастный, сам людей гнал, его несчастный гонимый, а те люди, которые за него порвали свои вызовы остались там, мне известно, не знаю, потом они выехали или нет, это для меня неизвестно, но я вам просто говорю к тому, что это одна из сторон по тропе, к которой он шел, он не сразу пришел, вот раз, вот у него обсессы такие, вот такие случились, ни с того ни с сего он вдруг стал серебролюбив. Прежде чем я перейду к другому вопросу, я хотел бы заметить, что, подчеркнуть, что вот, да, мы все слышали, как Бондрук рассказывал про тот суд в Украине, насколько я понимаю, это Кривой Рог был в 60-х годах, где он так героически выступал перед судей, и, насколько я помню, он говорил, что там фигурировало 153 свидетеля, это его слова, и что интересно, здесь, когда судили его сына Петра Бондрука в федеральном суде в Сакраменто по мошенничеству в сфере недвижимости, я насчитал тоже 153 свидетеля, то есть, это такая мистика, мистическая смерть Бондрука, мистический уход, мистическая гибель, мистика в бизнесе, мистика в церкви, мистика в советское время, это всю жизнь преследует этого человека, какая-то мистика, но если разбираться, то оказывается, довольно там все меркантильно и цинично, мамона, деньги и все остальное, но мы немножко ушли от нашего вопроса, и я хотел, я давно задаюсь вопросом, почему наши писяднические церкви, здесь, в частности, в Америке, настолько циничны, что, вот, даже все сейчас знают истинную причину смерти Бондрука, самоубийство, да, но, насколько я знаю, ни епископ Сергей Хомич публично не объявил об этом, церковь Ифания выпустила там пресс-релиз, где даже не называется слово, не упоминается, не употребляется слово суицид, самоубийство, они там пишут, что предполагаемая, это цитата, предполагаемая официальная причина смерти Бондрука, мы не знали, на момент похорон, мы не знали об этой предполагаемой причине, вот так вот мягко они обходят эти острые углы, но, в любом случае, почему, когда этот факт широко известен стал, насколько мы знаем, у писядников, как и у православных, и у многих других религиях, религиозных течениях самоубийство считается смертным грехом, то есть душа по их вероучению идет в ад, вот тот же Проханов, Левчук, Белых, насколько я знаю, об этом учили нас, писядников, теперь же люди говорят, ну, и даже, как бы, публично об этом не могут сказать, то есть, я вот не понимаю, к чему пришло это писядничество в Америке, имея такие мощные корни и теологическое учение, здесь оно рассосалось и превратилось в служение МОМОНы, каков ваш анализ нынешнего советского, славянского, американского христианства, что с ним произошло здесь в Америке? Ну, я сейчас объясню. Насчет мистики, я тебе еще совпадение, оно или нет, я тебе скажу. Бодорог выступает на суде в качестве свидетеля обвинения, сейчас я вспомнил, это в 62-м году, и вешается в каком году? В 22-м году. Попадение, но Бог долго терпит, ему дано было, он коронавирусом заболел, ему была возможность покаяться, но он когда отошел, все, он посчитал, что его Бог дальше будет использовать, как он говорил, это известно, что там Бог его чуть не воскресил, но это ладно. Я теперь отвечу на твой вопрос. Я говорил о преемственности стойкости верующих в Советском Союзе и об уникальности опыта в Советском Союзе, который мы должны были привести сюда и здесь его воспитать в детях и распространить и подать пример. Вот возьмите, что получается. В Советском Союзе идет тотальное как бы сказать более точно ну война с Богом это как бы это ну это общее как бы так выражение вот идет тотальное стирание понятия совести можно так сказать. Когда брат брата предавал, сын предавал отца, отец сына, это мы знаем в практике. И в это время был расцвет церкви. Это вот 20-30-е годы. Появились 50-ти их не было в Советском Союзе практически, то появились десятки, сотни церквей. Расцветали баптисты, расцветали евангельские христиане. Потом их советская власть конечно отдала относительную свободу и тут же произошел как бы такая вспышка вот такая энергии действий Духа Святого, что церкви росли, люди отвлекались. А перед этим государство российское было православным государством. Почти все православные, почти все верующие там с крестиками ходят, там свечки ставят и прочее, и прочее. И вдруг в одночасье вся вот эта масса православия зомбированного становится гонителями, становится безбожниками, становится противниками Бога откровенно, с упоением, с азартом, жгли, разрушали церкви, сажали, расстреливали, ссылали ссылку, а даже не другие, а даже не другие, пришли там французы, не давай вот этого творят, или пришли там китайцы, ну китайцы да, были там, использовали советы китайцев, вот, а даже эти дела самые русские, не другие, те же самые, которые вчера крестик носил, а сегодня он попа на костре сжигает, вчера он крестик ставил свечки, а сегодня он эту церковь рушит, как так могло быть, а я вам скажу, виноваты в этом сами попы, потому что они показали пример бездуховности, лицемерия и лжи, что они видели у этих попов, когда ходили они в этих в рясах, в одеяниях, а на самом деле, что государственным деньги платило, еще деньги собирали, прочие свечки продавали, они видели, у них там даже уже там попа было отношение очень критическое, поэтому они быстренько все это дело оставили, всю эту религию, и в это время возникает на этих руинах, возникает протестантизм и процветает, с одной стороны советы воспользовались вот этой вспышкой движения протестантов, то есть ну кого они с православных сломать не могли, они стали переходить в протестантизм, потом, когда они поняли, с православным покончено, тогда взялись за баптистов и за писятников, и практически к началу войны движение баптистов и писятников и там еще какие были, было разгромлено, было безглавлено, моя бабушка, будучи в ссылке 30-е годы перед войной, в ссылке находится Комсомольский на море, шесть детей малых, и она думала, что уже предшествие, второе предшествие было, они остались на вот эту скорбь, все, что-то, говорят, вот мы неправильно сделали, мы относались на великую скорбь, она действительно так думала, и вдруг услышала там где-то, где-то там вроде что-то есть, там, нашли какую-то группу, стали собираться, так вот, что получается, значит, после того, как началась война, Сталин понял свою ошибку, что борьба с религией это была большой ошибкой, и решил дать послабление и православию, и баптистам, и пятидесятникам, слагерей стали освобождать, это, по-моему, в 43-м году, но с одной стороны это и требование было союзников, в частности американцев, дать и свободу верующим, открыть второй фронт, пожалуйста, помогать, пожалуйста, но вы сделаете это, а он это сделал, когда они освободили с лагерей, снова пошла вспышка, снова вдруг не с того, не с сего, стали церкви расти, потом начинается гонение 50-е годы, опять садят, тогда посадили и пятидесятников, и баптистов, я имею в виду, как они называли, раскольников, баптистов, которые не согласились с условиями, которые требовались законодательства революционных культах, то есть всех бы, снова вспышка, снова церкви растут, 60-е годы, опять посадки, пропаганда дикая, дикая пропаганда, стоит одно только, фильм, Туча над Борском, сейчас опять за него вспоминают, где показывают, как баптисты приносят жертву там, молодую девушку, на кресло ее там прибить, там что дальше, там они не говорят, там ну может поджечь, может неизвестно, вот примет, и после вот этих вот фильмов, кого читали баптистов, били стекла, там избивали, поджигали, там много чего было, это не считай посадки, но тогда не было ни радио, ни интернета, ни телевидения, ни телефонов, ни компьютеров, ни интернета, ничего, ни залов, ни стадионов, на которых там, вот, Рачук там бегает, руками машет там и прочее, вот, не было ни шученок, ни Рачуков, а были просто обычные люди, которые понимали, что они служат Богу, они своей жизнью должны проповедовать, не горлом, не манерами, вот, а жизнью своей, и где верующие устраивались на работу, не учились, там на них обращали внимание, что они совершенно другие люди, они совершенно по-другому одеваются, у них совершенно другой язык, совершенно другие манеры, это их привлекало, людей со стороны, они начали интересоваться, а что же это за человек такой, мне нравятся такие люди, но, и когда люди приходили тогда к Богу, как вот мы сейчас говорим, то на них сразу же обращали внимание, и сразу же принимались меры, один из случаев, расскажу, у нас, по-моему, в 61-м году, уверовал, или в 62-м году, уверовал главный инженер хлебозавода, громадный хлебокабинат был, там работало человек 500, может быть, и вот он уверовал, и сегодня он был главным инженером завода, завтра он грузчик, и что, он оставил церковь веру? Нет, работал грузчиком, на этом же заводе, и таких случаев масса, масса таких случаев было, и люди знали, что вот они открыто стали вести себя, как говорит Евангелие, как учит Евангелие, сразу попадают в поле зрения, так, не куришь, не пьешь, не материшься, не развратничаешь, а, это не наш человек, это я-то, что тут не то, а, ты баптист, баптист враг народа, американский шпион, чего только ненавижу, а, вы в жертву людей приносите, далеко ходить не надо, у меня бабушка уехала, и с собой взяла младшего брата, с Урала на Дальний Восток, прошло какое-то время, в газетах пишет статью, Людмила Перчаткина, баптистка такая, сына в жертву принесла, приходили расследовать, куда же ты сын одевала, представляете, это не анекдот, это правда, это правда, Федотова, за что судили, первый срок ему дали, в 61 году, за попытку приношения человеческой жертве, формировку, я уже точно забыл, ну, короче, на религиозной почве, первый срок, 10 лет дали, за попытку, какая попытка, ну, жертвы-то нет, а сроки есть, 10 лет, 60-е годы, и люди что, а церкви росли, в находке церкви не было, вообще, и когда люди приехали, наши первые люди, ну, человек может, 100-150, через 3 года, 5 тысяч, где вы видели, чтоб сейчас на стадионах, вот, выходят там, проповедуют там, евангелизации делают там, что-то там, с микрофонами, с плакатами, с объявлением в интернете, чтоб через 3 года, вот, приехало там сотни человек, безграмотных, затурканных, забитых, и 5 тысяч, захотели тоже стать такими же, на которых плюют, которым стараются навредить, подгадить, позорят, и для которых все закрыто, образование закрыто, работа престижная закрыта, имей 7 пядей во лбу, а ты будешь масленкой, как там говорили, это, это был факт, если у евреев, например, я приведу пример, у евреев было ограничено, поступление, высшее учебное заведение, зависимо от количества еврейского населения, в данном месте, ну там, 10%, 5%, там, вот, значит, там, поступает, в этот институт, тысячу человек, и вот евреев, там 5% прыгнул, а там дальше ты, онштейном будь, тебя не возьмут, потому что ты уже там в проценты не вписываешься, и вот еврей тоже вынужден идти там, где-то что-то там, грузчиком, продавцом, там, шофером, а он же мог приносить большую пользу, стать ученым, или еще кем-то там, но у нас вообще никаких процентов, в ноль, второй там, такой же его двойник, Саенко, который тоже самое, почти, одинаково, работал до конца выезда личным шофером, возил кого-то, по-моему, из партийных боссов, закончил школу с отличием, с медалью, значит, в армию призвали, попал в гвардейскую часть, без комсомола там не бойтесь, и стал комсоргом, приходится армия, становится пресс-фитером, и продолжает возить там босса, приезжает в Америку, тоже ему надо возглавлять, срочно, почему-то, а почему не там не возглавляли, чем они там занимались, вопрос, ну, если ты хочешь возглавить, я помню, Катякова такой вопрос ожидали, сказал, Николай, ты приехал возглавить, да, я приехал возглавить, и от меня направил сюда, этот вот, Виктор Белых, а ему говорят, Николай, там возглавлять надо было, а кто-то такой вообще, мы тебя дынать не знаем, чем ты там занимался, а здесь тебя возглавить, дальше, перехочу, вопрос, ты задаешь, чем же там занимались епископа, откуда они вообще взялись, епископа, я вам скажу, прямо сразу оговариваюсь, епископа были порядочные, два, насколько я знаю, это Бедаш, который добивался, свободы для церкви 50-ников, который писал письма, и не только он добивался, он заставлял, тех, кто считал себя пресвитером, епископом, и он заставлял эти письма подписывать, ездить с ними в Москву, на прием в правительство, и добиваться легализации 50-ников, чтобы открывать церкви, иметь право печатать Библию, литературу, и прочее, прочее, и проповедовать, и вот это сажали, точно под это дело сажали и Белыха, и остальных некоторых, потом, где-то в начале 60-х, Бедаш узнает, чего же он добивался этой легализации, что такое легализация, узнает, что такое легализация, а в легализации там и речи быть не могло, потому что 50-ники были по законодательству запрещены к регистрации, вообще, а что дальше, а в это время советские власти понимают, что же мы глупость делаем, что же мы тупые такие, они просят легализацию, да надо их легализовать, надо внедрить свое руководство, пастырь, чтобы писал доносы, как это и делали регистрированные, почти все, и когда я, и чеи, другие поняли, одни поняли, что такое регистрация, другие поняли, а зачем их надо и было их регистрировать, тогда они садят уже Белыха, не за то, что он хотел зарегистрироваться, а за то, что он отказался от этой регистрации представлять такой парадокс, вот такое время было, и когда Белыха, то есть Белыха посадили на последний срок, не знаю, какой он был, третий там, или четвертый, я уже не помню, тогда же посадили Белыха, у них был лидер, и он их заставлял идти так, как он считал нужным, так, как подсказывал ему совесть, как говорил Дух Святой, и они шли, потом загадочно умирает Бедаш, все, кончилась всякая борьба от всего, ну, Обседотов, естественно, просто был честный епископ, ну, дальше я беру вот что, ну, вот епископа, киевское братство, чем они должны были заниматься, параллели провожу, баптисты, никаких у них епископов не было и нет, они в 60-м году или в 61-м создают Совет Церквей в СССР, что аналогично мы создали позже, 50-ники, 50-х епископов, создают Совет Церквей, чем он должен заниматься, в первую очередь они создают Совет Родственников, Узников, которые контролировали вот этот, можно сказать, институт Узников, выявляли, где Узники, где они находятся, помогать семьям, помогать Узникам, передавать передачи, и прочее, там, передавать эту информацию как-то по возможности за границу, следующее, создают печатный орган, журнал издают, печатают Библии, печатают Евангелие, печатают песенники, они утолили тот голод литературы, который был в Советском Союзе, потому что завозить Библию это было нелегально, где их взять, переписывали, Евангелие, я сам это делал, переписывали, Евангелие, Библии, все, или в памяти держи, или в рукописном виде, адвентисты, то же самое, один в один, но они еще дальше пошли, они еще написали, этот вот Шелков, Владимир Шелков, их руководитель, адвентистов, очень был человек талантливый, в тюрьме, он и умер, в возрасте, по-моему, 84 года, последний арест у него был, они еще написали, «Восьмитомник правовой борьбы с диктатурой госэтиизма», где там было все расписано, положение статьи, там, как действовать, если тебя принуждают, там все было написано, что-то неуголовное кодекса, пособие было очень серьезное, за эту литературу, если у тебя находили, могли и посадить, а что сделали епископы-печетники? Ну, ты что, помнишь там? Или твои предки помнят? Я не помню, никого журнала не было, ни одной библии не было, ни одного песенника не было, комитета узников не было, ну, ничего не было, о чем они занимались, название одно, одно название. Я как-то спрашивал, не буду называть фамилии епископа, я говорю, а сколько узников сейчас находится? Он говорит, не знаю. Ну, как не знаю? Ну, узники есть? Да, говорят, что есть. Он говорит, вы учет ведете? Он говорит, а зачем? Я говорю, как зачем? Я, говорю, сидел в Свердловском лагере, номер 10, первый срок, меня баптисты там нашли, и два раза через надзиратели передавали мне Библию, продукты там, сахар, масло, там, чай, кофе. Два раза подкупали надзиратели, передавали мне передачи. Свердловские. Я у этого надзирателя спрашиваю, а от кого это он, как от кого, это твои братья? Я говорю, а какие, как, тебе же лучше знать, а я их не знаю до сих пор. Они меня находят, печатникам, и делают ни одной брошюры, ничего, ноль. А вот эта преемственность, вот эта преемственность, она и здесь присутствует. Вот для чего здесь институт епископов? Вот для чего? Вот кто-то может ответить на этот вопрос? И почему мы ни епископа, ни даже рукоположные пресвитера, ну просто вот, были пресвитера, и всё, организовали всесоюзный совет церквей пятидесятников. А вот с этой самой задачей. И вот теперь возьму, вот эта преемственность вот здесь и есть, чтобы человек своим поведением, своим обаянием, христианским обаянием, своим интеллектом, я имею в виду с религиозной точки зрения, мог привлечь внимание, что человек решил, слушай, ты такой, я таким хочу быть. А где ты, откуда ты? Да я вот туда, в церковь. Ой, я пойду в эту церковь. А тут что получается? Иммиграция наша ещё я знал лет 10 назад с лишним было полмиллиона. За 10 лет приехало ещё какое-то количество людей. Потом из подростков, из детей выросли сейчас взрослые люди за 10 лет. Ему, например, было 13 лет, сейчас 23. Предположим, сколько количество, а сколько прошло через Вифанию людей, ты можешь примерно сказать? За всё время. Десятки тысяч точно? Десятки, ну я думаю, не меньше 50 тысяч, не меньше, это я так скромно говорю, не меньше 50 тысяч. А где они? Где? Нас судили раньше за что? За распространение литературы, вот за то, что ты переписывал Библию или даже песенник. За это же статья была. Я скажу, какая, 142-я. Дальше. За отказ о службе в армии, за отказ брать в руки оружие. Это интересный вопрос. У нас за отказ от службы в армии отсидел человек 20, если не больше, в находке. Не шли в армию. И один был расстрелян в 17-летнем возрасте. Значит, за что ещё могли сесть? Ну, вот как я сел, распространение заведоволожных измышлений поручий советский и государственный строй. За это могли посадить. Могли посадить за подтасовать уголовное дело. Ну, как бы, вот не за что. Ну, мы ему подстроим сейчас что-нибудь. Как одного посадили за воровство двух кубометров собственных, собственного горбыля. Вот пришли к нему, уже знали. Пришли, так, у тебя вот тут вот что-то вот лежит, да горбыль, а справочку давай, где ты его взял. Да где справочка, я вот эту горбыль взял, ну, печку топить. Не этот стройный материал. Давай справки. Нет справки, своровал. Учерб нанес выше 50 рублей. Это уже до 50 рублей, это могло быть административное наказание, там, штраф и прочее. А это уже уголовное наказание от 50 рублей и выше до трех лет и дают ему трешник. А ему прямо сказали, ты знаю, за что. И все. Вот такие вещи делали. А сейчас за что сидят, сколько в Вифании, я другие пока не беру, значит, из семейства Бодрука, сколько уголовников. Значит, как минимум три сына время от времени были, бывали в калифорнийских тюрьмах. Вот и берем глава эмиграции, отца эмиграции, генерального епископа. Ну вот, включая, но и за какие позорные статьи-то были осуждены. Вот и возьмись теперь сравни. Мы, верующие поколение того, как мы несли этот крест Христов. И как мы жили и свою жизнь проповедовали. Написано не зря. По делам их узнаете не по словам, а по делам. Вот нас по делам и узнавали. А что сейчас? Какое мы наследие получили, а почему? А я скажу почему. Вот, например, вот, проходить не надо, вот моя книга, называется «Огненные тропы», но это в английском варианте. Вот это вот книга «Огненные тропы». Это автопиографическая книга. Она запрещена в Америке, в славянских церквях. А кем запрещена? Под руком ежесним. Есть тут такой так называемый епископ, но это просто для меня смешно просто. Так мало того, что он сказал, вот эту книгу, он, конечно, не показывал. Ее не только читать в руки брать нельзя. А что в этой книге? Что в этой книге? Вот тут на обложке фраза председателя комиссии Конгресса Стэнни Хойера, ну, это известный конгрессмен, до недавнего времени он был одно время председателем Нижней Палаты Соединенных Штатов. Вот он тут пишет рекомендации, что мой доклад в Конгрессе Соединенных Штатов и моя биография сыграли основную роль для американского народа и правительства предоставление статус-беженцев пятидесятникам из Советского Союза. Вот я об этом пишу. Где я, что я делал, куда я обращался, аресты, побеги, лагеря, и почему мы это делали? все в этой книге я не упоминаю никаким словом ни хорошим, ни плохим этого водорука. Да вообще там я пишу только о тех событиях, в которых я участвовал. Как это делалось, для чего это делалось и почему это делалось, какие откровения были у нас Бога. И я вам прямо скажу, это я говорил не раз. Если бы я не имел этих откровений, я бы для иммиграции палец об палец бы не стукнул. Подставлять свою семью. Ведь я же не просто так, вот меня арестовывали, я пошел, я холостяк, у меня нет семьи. Первый раз я пошел на срок оставил шесть детей, младшей дочери было, ну, меня арестовали после, через три дня, когда я жену забрал с роддомом, через три дня. Они мне сказали, скажут, спасибо, что мы тебя не забрали, когда жена в роддоме была. Еще их поблагодарить надо было за это. Старшему сыну было девять лет, а младшей дочери было несколько дней. Вот так вот я пошел первый срок. Второй срок я пошел, у меня было семь детей. Вот можете представить, когда приходили на, когда меня арестовали, жена еще не знала, и пришли с обыском утром, меня утром арестовали на работе, пришли с обыском, и постановление зачитывает мой будущий следователь, зачитывает постановление, что в связи с арестом Бориса Перчаткина, что будет проводиться обыск в доме. А у меня сын в то время ему было 4 года, тоже его Бориса зовут, он когда услышит, что с арестом Бориса Перчаткина, он как закричал, не первый обыск делали, это может 10-й 15-й обыск был, и он забился под кровать, его оттуда еле вытащили, и это вот травма психическая у него до конца жизни осталась. Вот это мы пережили. И благодаря моей биографии, почему меня и пригласили на доклад в Конгрессе, тоже биография была такая, чтобы показать, вот смотрите конгрессмены, вот человек, что он пережил и это, и я там самое говорил, что ждет мою семью в Советском Союзе, что я пережил, что поколение, третьем поколении преследуемое, мать судимая, жена судимая, бабушка судимая, дед исчез, двоюродного деда расстреливали в 16 лет, почти подросток, и это ждет моих детей, и это ждет те, кто там остался, в Советском Союзе, после этого только было решено, проголосовали за статус беженца для пятидесятников, и как говорится, формула дьявола, ни одна добродетель не остается безнаказанной, вот мне показались, вот смотри, и мне говорили, ты узнаешь, за кого ты это делал, ты узнаешь цену своих единоверцев, вот пожалуйста, за счет этой книги я еще как-то мог еще действовать, существовать, реализуя эту книгу, но она уже запрещена. Напомните нам, Борис, а почему именно такие, как Бондарук, запрещали вашу книгу распространять в исландских церквях, и запрещали вашу деятельность? Приехал в Соединенные Штаты, у меня была задача одна, как можно больше вытянуть оттуда людей, никто не знал, чем закончится перестройка, я приехал в 88-м году, 26-го июля я приехал, а 5-го августа я уже читал в Конгрессе доклад о положении верующих, в частности, 50-ников в Советском Союзе, и и когда вот это все открылось, то Советы сказали, что да, мы будем выпускать 50-ников, но это они американцам сказали, и нам говорили, дайте израильский вызов, прецедента мы не допустим, если нас начать выпускать, сюда рванут все, и верующие, и неверующие, и баптисты, и православные, они знали, что открой ворота полсоюза на тот период, захотят уехать, а израильский вызов ставит как бы заслон, сито, через который не каждый придет, ну что ж, я этот вопрос решал с правительством Соединенных Штатов, в частности, с госсекретарем, с замгоссекретарем, и этот вопрос даже приходилось затрагивать председателем Верховного Суда Соединенных Штатов, были очень большие встречи, вот я не считаю, что я лично на эту тему разговорил сэнсей Реген, когда был на встрече с президентом Регеном, ну и было решение такого, ну раз Советы хотят, ну дайте выйти вызова, лишь бы вас выпускали, а наше дело уже вас выпустят, мы примем, ну а где их взять, и первый ресурс встречных вызовов мне дал, вручил мне замгоссекретаря по религиозным вопросам Ричард Шифтер, вот я еще там был в Союзе, в Москве, мне в посольстве вручил эти вызовы, и по приезду я сразу стал заниматься этим вопросом, посылать вызова израильские, и по ним первые ехали, вот была моя такая задача, в 91-м году, когда уже отменили вот это все, сделали, Союз рухнул, все, сделали так, что надо иметь прямых родственников, вызов уже не надо, американские пойдут, уже советы стали выпускать, я посчитал свою миссию законченной, все, что получается дальше, мне говорят, если такой умный, а что такой бедный, то там у тебя такие были связи, такая биография, такие колоссальные возможности, кстати, мне Котяков сказал, мне бы хотя бы какой-то процент твоей биографии, у меня бы завтра мешок денег был, ну, они об этом мечтают, думают, биографии и деньги, но биографию-то надо, вот, но они и без биографии деньги делали, и даже с черной биографией, но это другой вопрос, значит, и когда вопрос встал, что, ну, все, моя миссия закончена, я жил в Махчусь, и там все делал, и там работы не было, я переехал в штат Вашингтон, потому что там, как бы, много работы, на судовережьях было, не успел я приехать в штат Вашингтон, Орегон, уже моментально, по-другому, Перчаткин приехал, берегитесь, он власть у Вас сейчас отнимать будет, это же Бондарок что-то сообщает местным пустырям, те бьют панику, Перчаткин не принимать, Перчаткин слова не давать, он будет власть отбирать, то у меня в голове такого не было, если бы мне была нужна власть, я бы этим занимался с первого дня, как приехал, а не вызова высылал, разъезжая по Америке искать деньги, покупать эти вызовы, вызовы это же бесплатно, никто не даст, они платить надо было, вот я свыше 100 тысяч собрал, чтобы эти вызова выкупать, включая свои деньги, вкладывал, вот понимаете, вот я сразу, что я увидел, что я встретил, а мне говорят, а вот как так получилось, ну и вот встречаю такое сопротивление, трудно было что-то делать, тем более средства собрать, в 93-м году я получаю возможность работать в посольстве Соединенных Штатов по прохождению интервью наблюдателя, но так как я не гражданин, вот я не мог работать в консульском корпусе, то есть быть причисленным официально к дипломату, естественно, мне деньги государство не платило, они сказали так, мы даем тебе доступ работать в посольстве, в консульском отделе, по прохождению интервью про ревьюзим отъемом, контролировать, как нам проходит, законно, незаконно, есть нарушения, нет нарушений, но вы как-то эту программу сами финансируете, свое содержание там вашего представительства в Москве и прочее, ну я вот как мух искал деньги, но тогда еще как-то как-то они стыдились напрямую, они еще как-то не стыдились, боялись напрямую, потому что свежа была память у людей мое имя, потому что не было месяца, что по голосу Америки не упоминали меня, кое-кто встречались со мной в посольстве, они считали, что я американец почему-то, и им трудно было блокировать, но позже они стали блокировать, тогда я решил издать вот эту книгу «Огненные тропы» и за счет реализации этой книги финансировать свою деятельность, и это мне удавалось на протяжении может быть лет шести-семи, потом они поняли, в частности бандерог, вот, что перчатки надо кислород перекрывать, и вот тогда под запрет попадает моя книга, в церковь не принимать книгу, чтобы люди не знали, что происходило, что произошло, и как, и почему, чтобы вопросов не возникло, а вы, отцы, отечество, отцы народа, чем вы занимались, и все, очень просто, ну, жду следующего вопроса. Вот опять же, символически в Писании написано, что Иуда пошел и удавился, бросил серебряники в храме, пошел и удавился, и похожая ситуация у бандрука, епископа, так называемого. Что бы вы сказали тем служителям, которые были рукоположены Адамом Семеновичем Бондруком на служение пастора, диакона, либо епископа, или которым он передал свое служение, тот же Сергей Сергеевич Хомич, ввиду всей этой ситуации, каким образом ушел, как позорно ушел Адам Семенович Бондрук? Да, вопрос института епископов я чуть затрагивал, он достаточно более глубокий, серьезный и противоречивый, сам институт епископов. С другой стороны, откуда он пошел, я сейчас не буду говорить, потому что это такая тема серьезная и требует времени. Но я скажу одно, что этот институт, это институт, это можно сказать на здоровом теле церкви это грубо говоря, конечно, ну это как вождь какая-то, как паразит какой-то. От них какой был проб и есть, но для них это вопрос принципиальный. Быть епископом, значит, это быть наверху, быть вне критики, что они добивались, быть вне критики. епископ, ну пастор, все, это уже уровень такой, ну на уровне ангела, можно сказать. Ну ладно, этот вопрос, значит, что получается? Я сейчас прочитаю одно место. это 2 Коринфянам 4 глава со 2 стиха. Можно посол Павел пишет, но отверже скрытные, постыдные дела, то есть они отвергали, у них их не было, скрытых дел у них не было, они эти дела отвергали, они жили по духу. Дальше, не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая истину, представляем себя совестью всякого человека перед Богом. Вот апостол Павел представлял себя, вот я, вот вы, вот Бог, говорите, что имеете против меня, что я делаю неправильно. серебра и золота у меня нет, что имеете удаю, дома у меня нет, яхты нету, колесицы у меня нет, говорите, что имеете против меня, все. Может сейчас так сказать епископ. Вот кстати заявить, тогда его таких претензий будет, если только люди лукавят, не будут, если только не запуганы, а цель, во-первых, кто проходит к епископу, этот человек должен быть достаточно артистичный, но что артист делает, роль играет, он должен уметь играть определенную роль. Второе для них епископ, это должен быть человек амбициозный, который за свое место будет бороться и драться, но их же не так много, у них там конкуренция с одной стороны. Дальше, что такое епископ в наше время? Вот вы им задайте вопрос. Вот ты епископ, а твоей епископ чем ты можешь подтвердить? По Евангелию? Делами? Результат? Ну я вот там руку положил того, я там помазал маслом того вот, а что от этого кто-то исцелился, от этого кто-то избавился от пороков, от этого кто-то стал чище, праведней. Ну покажи, чем ты можешь доказать свое епископство? Что вам скажут? Да ты что вообще кощунник? что это на божьего человека тот? И он скажет, люди скажут. Вот задайте это вопрос. Ну ты это сам знаешь. Далеко ходить 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 надо много говорили давай сейчас не хочу это повторять вопрос Котякова. Там такое тянется, что его. А апостол если они и какие-то претензии к ним были к апостолу, то от кого были претензии? Я вам скажу от кого. Опять апостол Павел говорит, Тимофея предупреждает, Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Мы не знаем, что стало с Александром Медником, но он уже апостол Павел серьезно, как говорится, достал, что он был уже вынужден такое заявить. Александр Медник он не говорит, что там что-то сделал мне много зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. Вот, пожалуйста, кто противился нашим делам? Берегись и ты его, вот чего они боялись. Напомнить о делах и сказать берегитесь Бандарука. Я ему говорил Бандаруку и же с ним, что мы сделали несколько ошибок. А какие? Я говорю, первое, когда была возможность сказать так, как оно есть, мы этого не сделали. То есть, что 50-ники не все были гонимы, а были 50-ники, которые гнали, которые участвовали в преследованиях. Были 50-ники, которые сотрудничали с советской властью. Это я не сделал. Второе, я говорю, когда ты приехал, мы не сказали, кто ты. И третье, когда ты стал вот здесь все организовывать, то мы не напомнили о делах твоих. А он мне так нагло на меня посмотрел, так чуть ли не посмеялся, наверное, поезд ушел. Точно так же мне и Котяков сказал. Поезд ушел, диссидент долбанный. А если будешь говорить, то мы тебя в стену размажем. Вот и все, вот аргумент. Следующее, сейчас скажу, это евреям, евреям, 13 глава, 3 стих. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и стражащих, как с ними находились. Кого-то, Руслан, можешь назвать несеребролюбивых и которые бы помнили узников. А что конференции узников срывали и не давали проводить, так это не один раз было. Представьте себе, беженцы мотивом бежали от преследований, и они тут запрещают проводить конференцию узников. Но это может вместиться. И что вы думаете, вот эта масса, она что, нас поддержала? Нет. Но, к сожалению, многие даже не знали, что это происходит. Они же не рекламировали, они же не говорили там, вот конференция узников, братья и сестры, не ходите. Нет, они не говорили, они просто срывали, посылали людей, которые срывали рекламы в магазинах, были пригласительные в русских магазинах, они ходили за активистами, которые раскладывали рекламу, и тут же их забирали, чтобы их не было. Борис, вот, позвольте мне со стороны немножко прокомментировать это. Мне кажется, что запрет в вашем отношении со стороны бандрука на ваше служение, на ваши проповеди в церквях, представления книг, вашу деятельность здесь, в США, это просто в них говорит, по сути, вот как вы сказали, им не нужна лишняя конкуренция с вашей стороны, потому что они понимали, что вот сейчас вы организуете церковь, организуете какой-то собственно, может быть, союз, десятки церквей, куда войдут, значит, вокруг них будет терял эстейт, фирмы крутиться, получать контракты в ваших церквях, иммиграционные адвокаты также будут там предоставлять свои услуги, ну и так далее, по списку, похоронное бюро там откроется, а это же лакомный кусок бизнеса, это уже экономика, и поэтому такие как бандарук, они боялись, они запрещали вас, понимая, что в какой-то момент вы можете просто стать простым экономическим конкурентом, и просто люд, народ, который, я называю этот христианский низовой люд, мне на самом деле непонятно, вот люди, которые ходят в церкви, такие как вот Вифаник, Бандарукук, Саенко, там, другим как бы людям, вот вы говорите, что многие не знали, многие не понимают, а я придерживаюсь точки зрения, что все все понимают, все все понимают, на самом деле, по большому счету, они с тобой еще спорят, защищая Бандруков и же с ним, почему, потому что они вовлечены не только в религиозную, в религиозный бизнес с Бандруком, они вовлечены в другие коммерческие проекты с ним, они на почве церкви, на фундаменте церкви построили собственные государства, построили собственные банки, собственные синоды, гестапо, которые неугодных вышвыривают из церквей и третируют, и судят уже теперь в светских судах, нарушая свои богословские каноны какие-то, понимаете, то есть они доросли вот там десятки миллионов долларов, и поэтому какой-то Перчаткин там, либо Руслан Гуржи рушит всю их экономику, где будут жить их дети, в каких домах, без бассейна, как они будут жить там, они же не согласны жить в каком-то сарае там, либо в апартменте, понимаете, поэтому я считаю, что те люди, которые на большом счету вот в комментариях нас проклинают, на самом деле они знают, что если рушится культ бандрука, то рушится в первую очередь имидж их церкви, репутация их бизнесов, к ним не будут приходить, они будут приезжать в Германию, в Польшу, в Украину сегодня, в Россию, в Белоруссию, где они тоже многие из них собирают деньги, и люди будут подходить, не будут давать деньги, они будут задавать себе вопрос, а что, правда, что бандрук повесился? Ведь церковь об этом, как мы видим, даже внятно не сказала, поэтому вот это их страх, и я хотел вспомнить ту историю в Кривом Роге, которую рассказывал, мы знаем, Иисус в бандруках, где он рассказывал, что судили братьев, и он выступал свидетелем, вот, на самом деле, вот для меня странно, а теперь только сложилась картинка, значит, там он говорит, что он добровольно пошел в суд, его не вызывали повесткой, это его слова, суд не вызывал его, он добровольно пробрался в суд, и заявил, засвидетельствовал, что эти братья являются христианами, я служил с ними вместе, славил Господа, служил Господу, и этих братьев, соответственно, посадили, а он остался на свободе, вот так, а однажды здесь, Сакраменто, я присутствовал у него же в кабинете, на какой-то встрече, где встал вопрос о его сыне Петре, которого федералы здесь в США посадили за фиоры с недвижимостью, и в то время, как Петя, его сын, сидит в тюрьме, возник вопрос, вот на этом узком братском кругу, где сидят епископа, где сидят пасторы, и той же церкви Фаании, и он говорит такие слова, это снова цитата, Петя не захотел сдавать, вот слушайтесь в эту цитату, Петя, то есть мой сын Петр, не захотел сдавать ФБР, свою подельницу, любовницу, которая вовлекла его в эти аферы, то есть понимаете, менталитет человека, которая здесь, присутствуя в США, бежав от преступного советского режима коммунистического, в штате Калифорния, где все достаточно, в том числе суды, достаточно прозрачно, где можно представлять свои интересы, и даже выиграть свое дело, если неправомощно на тебя подали суд, но сколько они денег потратили на защиту Петра Бондрука, пытаясь вытаскивать его из тюрьмы, и у них не получилось, вот, и он говорит, что Петя не захотел шестерить, вот примерно лексика такая, ФБР, сливать свою любовницу, Ольгу Паломарчук, с которой они, извините, от себя доволен, мутили бизнес, вот так, и братья, так называемые, и Пескопа, что меня поразили, сидят, и ни слова не произнесли, то есть я пытаюсь залезть в голову этого человека, в менталитет его, и понять, что же у него в голове творится, то есть получается, что они создали собственную структуру, здесь собственные структуры, которые не только не доверяют ни федеральному правительству США, отгородились от этого правительства, и Бандарук считает, что, по сути, преступно федеральному правительству США рассказывать о преступлениях своего, в частности, сына, допустим, то есть они, у него в голове, это нормально от правительства США скрывать преступления своих прихожан, того же Виктора Мирошниченко, я тоже полагаю, подозреваю, что Бандарук знал, чем он занимается до его ареста, Виктора Мирошниченко, и многие вещи другие, в федеральном суде штата Калифорнии, в Сакраменто, в архиве лежат масса писем от членов пасторов церкви Ифания, Бандарук писал письмо в поддержку Веры Кузьменко, Иван Гаврилюк, нынешний пастор главный церкви Ифания, защищал Петра Бандрука, в то время как прокурор говорит, это бесчестные люди, они обокрали Сакраменто, они обобрали цинично, нагло, жители Сакраменто, они достойны сидеть вот этих тюремных сроков больших, и в конце концов они все сели на большие длительные сроки, то есть понимаете, что делал, по сути, Бандрук церковью прикрывает, своим епископством, значит, он думал, полагал, что судья и прокурор и федеральные власти США поверят и проникнутся и скажут, вот это голос Божий, как бы, понимаете, до какой преступного мышления дошел Бандрук, что он церковью прикрывал преступления вот этих мошенников, и вот этот вот исход, как бы, вы правильно сказали, что они чуяли в вас конкурента, и логично, это логичный уход, скорее всего, я полагаю, действительно, я соглашусь с вами, что Бандрук боялся окончательно потерять свою репутацию, ввиду вполне возможно того, что он знал, что, возможно, специальные органы штата Калифорнии или федералы готовили его арест, и поэтому он так улизнул, можно так сказать. что должны теперь делать братья, тот же Алекс Шевченко, которого Бандрук руководил за диаконы, и ряд других служителей, так называемые, которые на похоронах вознесли его на небеса, то есть, в то время как, согласно их вероучению, богословия же мы не меняли, кажется, да, самоубийца, он отнимает самое ценное, что Бог дал, это жизнь, самовольно, добровольно, вопреки воле Божьей, и что, что вы скажете тем служителям, которые были рукоположены Адамом Бандруком в том же Портланде, в Орегоне, где скандал был, да, в других штатах и городах Америки и Канады, получается, по духу их, они были рукоположены Иудой, получается, так вот, по-моему, и они должны, логично было выйти бы и сказать откровенно, мы шокированы, мы в шоке, мы просто, мы в трауре, мы раздираем свои одежды при этой вести, ну, хорошо, есть часть людей, которые не знали, и они берут участие, гнилые христиан, которые знали и молчали, и если ты чистосердечный, честный христианин, добросовестный, не пастор даже, не епископ, а христианин, то, как минимум, публично, где-то в фейсбуке написать, мы не знали, мы шокированы, мы обескуражены вот этой новостью, и вот мое мнение, я считаю, что, а тем более, если был, его руки, этого Адама Бондрука соприкасались с моей головой, то получается, я получил проклятие Иуды, я отрекаюсь от этого проклятия, вот мое понимание такое, что вы думаете на эту тему? но насчет вот этого преемственности рукоположения, у нас была преемственность подвига веры, почему мы вот смогли противостоять, выжить и пронести это все, а у них преемственность немножко другая, ну немножко, в корне другая, и вот эту преемственность нужно пресечь, всех, кого руку полагал Бондарук, он своим повешением поставил точку, подытожил итог своей 30, только в Америке 34-летней деятельности, да, 33, да, 33-летней деятельности его работы, как он говорил, и вот на кого он работал, что он за детище тут вырос, что за строение он построил, на чем оно было основано, кого он продвигал, кого он ставил на должности, кого он тут легализовал, можно сказать, вот таких людей, там пробы ставить негде, он епископ, и что дальше от этих помазаний будет, вот эти помазания от Бондарука, мажут, сначала его мажет этот Котяков, под рукав, епископ прозвучит, потом они дальше всех мажут, Саенку, Радчука, Лимонщинку, и прочих, что они могли там намазать, какой дух они могли передать, а, это только, тут даже не догадывался, тут точно понятно, какой, вот он показал своим, я думаю, что все те, кто намазаны вот этими нечестивыми людьми, они должны добровольно отказаться и уйти в сторону, чтобы дальше не передавать этот дух, а дух там, можно перечислить, какой там есть дух, дух Иуды, дух Ноживы, дух Мамоны, дух Лжи, там же вранье, пробы ставить негде, вот эти все люди и все это строение, вот эти, что они понастроили там правство, федерации, там какие-то союзы, кто их построил, основание, что там, Христос основание, апостольские учения основание, основание на Бандуруке, на его лживом языке, и еще не знаю, что за ним числится, что он повесился, доподлинно пока еще неизвестно, а если известно станет, то я думаю, тут уши зазвенят у многих, некоторые сейчас это воспринимают в шок, они не могут поверить, документам даже не верят, вот написано, все равно да нет, не может быть, да нет, это что-то тут не то, нет, 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 не может быть, ну как же, 30 лет с лишним, поколение выросло, зная, что папа у нас бандарок, это же папа озаботился о нас, это же благодаря папе это все, и как сейчас, ну папы нету, и пап повесился, ну как, действительность, ну не воспринимается, у них даже извилины не сработает, и не спорят, а что же он говорил, а что же он принес, а где его, не слова, а дела, слова-то у многих может быть красивые, он возьми, сейчас он поставь там этого, как в России, там Галкин такой есть, так он кого хочет имитирует, что хочет наговорить, и все будут хлопать, и все будут в восторге, все будет правильно, это то же самое, артисты, артисты, потому что слова должны подтверждаться делами, покажи мне веру без дел твоих, а я тебе покажу веру из дел моих, вот показали бы они свою веру из дел, и вопрос был бы другой, и не было бы этого, а если бы вы, уважаемая аудитория, слушали, что он говорил я 20 лет там назад, 25 лет там назад, что говорил Русландов, уже многие годы, то может и бандерок-то не повесился, а может быть в покаянии его привели, поставили бы его на его место, которое он действительно заслуживает, так может и живой он был, но так как вы сами участвовали в его своим молчанием, как в Советском Союзе говорили, там такая песня была, что почему Советский Союз, существовал, почему Террор существовал, видели и молчали, молчали, участвовали, тогда была такая песня, ты молчи, а завтра ты будешь стукач, ты молчи, а завтра ты будешь палач, вот так вот, братья и сестры, это не шутейное дело, как мы считаем, мы служим Богу, это не шутка, это не концерт с артистами, которые изображают себя евангелистами, проповедниками, пусть делом покажутся, если апостолы говорили, я, мы доступны совести каждому человеку, что у нас нет ничего, а вы коснитесь, сколько домов у Шевченки, Алекса, сейчас кумир некоторых, ну, не всех, конечно, уже увидели там, это вопрос очень большой, сколько домов у Мадурука его детей, почему у него был помощник педофил, который два пожизненного получил, почему у него сын рецидивист, у него-то судимость не первая, вот представьте себе, как вот, вот читает судья и администрация читает вот это вот письмо, вот у них, если бы было хоть немножко, вот этой вот религиозности какой-то, или, ну, христианство какое-то там, совесть, человеческая совесть, и письмо, такое письмо, они нужны помочь в служении, вот они читают, ничего себе, а что же у них там за служение тогда, если у них мошенник, развратник, вот, и рецидивист служение несет, а кто же тогда у них там кого-нибудь там окормляют, как они говорят, кто же они, ну, вы-то хоть, ну, здравость-то у вас есть, а, сколько же вы терпели вот это, что Богу нужно было допустить вот такую смерть, а смерть мучительную, смерть позорную, сначала ему коронавирус, и сколько у них людей умерло от этого коронавируса, а потом от этой смерти. Вы, соучастники, которые видели и молчали, некоторые молчали из-за трусости, ну, как так вот сказать, это же мы сразу в опалу попадем, это же сразу нас уберут, это сразу нас на заднюю скамейку, это же не проповеди, ни слова, ну, и косые взгляды. Я это вам говорю, потому что самое-то все это я прошел изоляцию, косые взгляды, и оскорбления, и за что? За то, что я прошел такую мясорубку, можно сказать, но я не из-за славы, не из-за денег, у меня их нет, славы у меня нет, вот несу печать отверженного. Даже взять такой кощунце, запретить книгу, где это история вашего, вашего исхода, в который я участвовал, не моего, я мог ехать давным-давно, и забыть про вас, про всех, но я шел до конца, пока вы не получили возможность получить статус беженца в Соединенных Штатах. Спасибо, Борис, за ваше выступление, свидетельство, за наше интервью. Я напомню нашим слушателям, зрителям Славянского Сакрамента, что в эфире был Борис Перчаткин, христианский активист, правозащитник, узник, который был в тюрьме в Советском Союзе за свои убеждения, за свою веру, и благодаря которому, собственно говоря, мы здесь, многие писятники, баптисты, находимся в США. Я также знаю, что в данный момент многие из Украины, из России, из Беларуси пишут нам, просят помочь с иммиграцией, с определением статуса, с различными другими тонкостями и убежища иммиграции. У нас на канале есть ряд видео с Борисом, где он рассказывает о своем опыте иммиграции в США. Если какие-то вопросы есть, пишите в комментариях, делитесь этим видео, подписывайтесь на наш YouTube канал, где у нас выходит видео в основном в первоочередном порядке. И спасибо большое за то, что вы поддерживаете нас. До свидания. Продолжение следует...